МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казанский федеральный продолжает принимать у себя важных гостей. На этот раз в Институт управления экономики и финансов прибыли президент Татарстана Рустам Миниханов и министр финансов России Антон Силуанов. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального состоялось совместное заседание коллеги Министерства финансов Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Республике Татарстан. В заседании приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, президент Татарстана Рустам Миниханов, ректор Казанского университета Ильшат Гафуру и другие официальные лица. Перед началом заседания Антон Силуанов и Рустам Миниханов посетили Институт управления экономики и финансов. Министр финансов передал и напутствие будущим коллегам. Хорошо учиться для начала, а потом творчески подходить к своей профессии, постоянно думать о том, что нужно улучшить, как это сделать, как усовершенствовать свою специальность в той или иной профессии. Это позволит просто вырасти, не обязательно становиться министром, просто нужно быть хорошим специалистом в своей области. Гости познакомились с деятельностью института, побывали в учебных аудиториях и компьютерных классах. Ректор университета рассказал гостям и о том, как достичь взаимного проникновения каждого из институтов, входящих в состав университета. Все дело в концепции университета 3.0. Она предполагает развитие сразу в трех направлениях образования, наука и технологии. После небольшого экскурса по институту, все участники собрались на совещании в актовом зале, где обсудили итоги деятельности финансово-экономического блока Татарстана и задачи входящих в него ведомств на 2017 год. На заседании Антон Силуанов отметил, что площадка проведения встречи университет стал не случайным. Здорово тоже, что мы несколько изменили нашу традицию, собрались здесь, в Казанском федеральном университете. Видим прекрасная тоже здесь обстановка, возможности. И тоже это очень приятно, что теперь студенты учатся в новых современных корпусах, новых современных аудиториях. Это тоже очень здорово. Помимо хорошо оборудованных кабинетов, министр финансов сказал и о молодом преподавательском составе, который способен научить студентов самым актуальным и современным тенденциям в экономике и финансах. Рассмотрев финансовые отношения между Федерацией и Республикой, Антон Силуанов обсудил с Ильшатом Гафуровым роль Казанского федерального в экономике региона. Ведь Казанский университет играет не только образовательную роль, но и является настоящим экономическим кластером. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. 17 декабря в Казанском университете состоялось открытие шестого международного форума «Ислам в мультикультурном мире. Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. С 17 по 18 декабря на базе Ресурсного центра по развитию исламского и исламовеческого образования Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета состоялся шестой международный форум «Ислам в мультикультурном мире». «Здесь находится ресурсный центр, координационный центр исламских исследований для Поволжья. Кроме этого, Казанский федеральный университет – один из образовательных центров России в области исламоведения, в области исламского образования и углубленного изучения ислама». С 2011 года форум является площадкой для выступлений и научных дискуссий между учеными, представителями мусульманского духовенства и государственными деятелями. Уже второй год подряд отличительной чертой форума является мониторинг религиозной ситуации в мусульманской общине. Однако, если в прошлый раз он охватывал Волгу в Уральский регион, Крым, Санкт-Петербург, Москву и Центральную Россию, в этом году представлен также анализ ситуации в других регионах России – Сибири и на Дальнем Востоке, а также в таких горячих точках исламского мира, как Ирак, Сирия и Пакистан. Об актуальности проблемы ислам в мультикультурном мире свидетельствует тот факт, что обсудить ее собрали специалисты всего мира. Не только из разных уголков России, но и из Армении, Казахстана, Египта, Марокко и других стран. Безусловно, особое значение придается этому вопросу в нашей республике, ведь в свое время именно в Казани зародилась школа исламоведения и востоковедения. На следующий год мы будем отмечать славный юбилей в 1807 году. В 1807 году была основана Казанская школа востоковедения профессором-христианом Мартином фон Френом. Мы считаем его одним из основателей. Казимбек, безусловно, большая плеяда ученых российских и немецких, и из других стран приняла участие в создании школы. В 1855 году в Казанском университете было прекращено преподавание восточных языков. Профессора, преподаватели, студенты восточного отделения Казанского университета были переведены на факультеты восточных языков Петербургского университета. В итоге отделение восточных языков было восстановлено лишь в 1997 году. Наша страна богата не только культурным, но и межконфессиональным составом. На территории России проживают более 190 народов, число которых входят не только коренные, малые и автохтонные народы страны. Каждый из представителей имеет свою культуру и религию, которая является самой сокровенной частью человека и дает ему возможность верить лучше, быть частью своего народа, несмотря на расстояние. Именно муфтий-шеф Равиль Гинудин стал во главе движения от имени российских мусульман и мусульманских деятелей, что в многорелигиозном, многоконфессиональном, многонациональном государстве невозможно навязать видение только одной религии. Если мы не хотим скатиться очередной раз к конфликтам на гражданской основе, к непониманиям, к нарушению прав наших граждан и наших учащихся детей. Ислам един в своем многообразии. Это являются аксиомы, которые, тем не менее, далеко не все признают, в том числе и сами мусульмане, которые время от времени обвиняют единоверцев в ваххабизме, исламизме, терроризме и даже отлучая друг друга от ислама. Безусловно, исламовидение перерывает сейчас непростой этап. Однако за последние годы оно стало более живым и интересным. Не зря на форум съехалось более 150 участников со всего мира. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюс. Зимняя школа исламского права и экономики КФУ развивает многовековой опыт вуза как образовательного и исследовательского центра востоковедения страны. Какие вопросы и проблемы стали актуальными в этом году, расскажет Аделя Шимилова. В Казанском федеральном университете торжественно открыла свои двери Третья международная зимняя школа «Современное исламское право и экономика России». В этом году всем участникам школы предстоит обсудить правовые аспекты развития исламских экономических моделей благотворительности. Участие конфессии в решении данного вопроса требует дальнейшего предметного изучения, как с позиции права, так и с позиции духовной культуры. Применение данной взаимосвязи – это проблема, которая составляет предмет обсуждения на лекциях, практических семинарах и других мероприятиях зимней школы. В этом году школа посвящена вопросам благотворительности. Это не дань моде, это скорее необходимость, которая продиктована временем. Сегодня, когда мы говорим о формировании вообще исламской инфраструктуры российского общества, мы должны, конечно же, поговорить и о благотворительности как важнейшем элементе вот этой экосистемы. Программа школы является заслугой совместной работы представителей Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, Российского исламского института, Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации и, конечно же, полноценно раскрыть тему исламского права было бы невозможно без участия юридического факультета Казанского федерального. Каждому человеку присуще творить добро, творить благо. И если в ходе сегодняшних обсуждений выработаются определенные средства, способы, и действительно это сделает наш мир лучше, я думаю, что это будет очень важным итогом работы школы. Бесспорно, вера играет большую роль в жизни современного человека. Значение исламского права и экономики в общественной жизни неуклонно растет. При этом право не может не опираться на духовные ценности общества. Оно должно развивать и утверждать их. Безусловно, нормы мировых религий станут настоящей нравственной основой развития общества и государства. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Что ни минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Ронета сегодня, расскажет наша традиционная рубрика Веб Ньюс. Студенты Казанского федерального университета завоевали золото межвузовского турнира по бильярду. Второе место с отставанием на пять очков оставили за собой студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета. На отделении татаристики КФУ наблюдается рост числа иностранных студентов. По словам директора Высшей школы татаристики и тюркологии КФУ, программы школы вызывают большой интерес у будущих специалистов из Турции. Стартовали очные этапы премии «Студент года-2016». В офис Лиги студентов поддержать участников пришел представитель нашего телеканала, участник известного проекта «Громкие рыбы» Тимур Исмаев. Сценарист, ведущий клипмейкер и актер своих работ поделился полезными советами, которые помогут одержать победу. Атака на Акбарсбанк. По соцсетям и СМС распространяют панические сообщения о закрытии. Данная информация не соответствует действительности. Сирийские девушки снялись в календаре в поддержку российских военнослужащих. Каждая из девушек рассказывает историю о том, чем она обязана нашим военнослужащим. Жителям Казани покажут на стенах Кремля чемоданную лавстори и сон в новогоднюю ночь. Все желающие смогут посмотреть два сюжетных анимационных представления, потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций на фасаде Кремля и даже оказаться участниками шоу. В Спасском районе Татарстана оживили Сталинградскую битву. Фестиваль исторической реконструкции собрал около ста человек, которые в течение нескольких дней методом погружения учили историю военных лет. На Кубке конфедерации 2017 болельщикам запрещено делать фото, видео, аудиозаписи и делиться ими в любых социальных сетях. Перед покупкой билетов каждый болельщик должен принять лицензионное соглашение. В Казанском Кремле будут выбирать самого смешного снеговика. Работы принимаются до 25 декабря. Каждый год число иностранных студентов КФУ увеличивается. Пятерым студентам из Китая предстоит пройти обучение по программе прикладная математика и информатика. Чем примечательны эти ребята? Смотри подробнее в нашем сюжете. Эти молодые ребята приехали стажироваться в Казанский федеральный университет из Китая. Все они из университета Шэньчжэнь. Им предстоит пройти обучение по программе прикладная математика и информатика. Они первые китайцы, цель стажировки которых не изучения русского языка, а освоения будущей специальности. Меня зовут Юан Шуан. Больше всего меня интересуют задачи информационного поиска. А также я хотел бы заниматься проблемами машинного обучения. Очень рад тому, что буду учиться в Казанском федеральном университете. Я буду стараться получить как можно больше новых знаний. Верю, что обучение в КФУ будет прекрасным опытом для меня. Для меня большая честь учиться в Казанском федеральном университете. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения, мультиспектральным анализом изображений. Могу быстро разработать веб-проекты. В Китае мне не нравится система, что на одного преподавателя очень много студентов. И поэтому между студентами и преподавателями мало контакта. Он просто дает информацию. А в КФУ на одного преподавателя предполагается меньше студентов. И преподаватели больше контактируют с ними. Мне эта система больше всего нравится. Поэтому я здесь. А вот иностранный студент Ву Джан Хао, по-русски его зовут Гош, для учебы в магистратуре выбрал специализацию кибернетика и IT. Область его исследования – регистрация изображений, связанная с обработкой медиа. В КФУ больше возможностей изучить мою сферу. Ведь в будущем я хочу решить экологическую проблему. Как должен выглядеть экологически чистый город. Я стремлюсь к тому, чтобы картинка города была красивой. Для меня существует как минимум три причины, по которым я выбрал КФУ. Во-первых, здесь хорошее математическое образование. Во-вторых, предметы, которые мы будем изучать, машины обучения и теория алгоритмов, будут мне очень полезны. В-третьих, Казань – город с тысячелетней историей. Думаю, здесь мне будет очень интересно. Ребята поделились своими первыми впечатлениями о Казани. Конечно же, без внимания не обошелся и белый снег. Как они признались, раньше никогда не видели его. Там, где они живут, снега не бывает. Елизавета Евтифеева, Диана Шилова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. Возможно ли запрограммировать организм человека? Современные генные технологии доказывают, что это вполне реально. Сегодня ученые разрабатывают различные генные препараты, которые, словно с флешки на компьютер, перекидывают в клетку человека, необходимую для выздоровления информацию. Недавно казанские врачи впервые в мире применили генный препарат, разработанный учеными КФУ, в лечении больных псевдоартрозом. Мы побывали в лаборатории, где создавалось лекарство будущего, и узнали все секреты у его создателя. Казанские ученые нашли новый способ лечения сложных переломов и псевдоартрозов. Специалисты лаборатории генной и клеточной технологии КФУ разработали уникальный препарат, который ускоряет рост костных тканей и сосудов. В первую очередь он поможет людям, страдающим псевдоартрозом. Проще говоря, это осложнение после перелома, в результате которого на костной ткани образуется нарост. Псевдоартроз лечат хирургическим путем, вживляя, например, деминерализованную кость животного, которую организм не всегда в состоянии принять. Казанские ученые предложили комбинированный способ лечения внедрения деминерализованного костного матрикса в сочетании с генным препаратом. Принцип заключается в том, что мы вводим в клетку человека новую генетическую программу. Это как вставить дискетку. Клетка эту программу считывает. И, согласно этой программе, производит тот или иной белок. В случае препарата для лечения псевдоартроза мы запрограммировали клетку для синтеза. Один белок вызывал рост сосудов, то есть ангиогенез. Второй белок вызывал рост костной ткани, остеогенез. Таким образом, мы стимулировали в месте травмы, то есть в месте, где нужно было заместить костный дефект, рост костной ткани, но в то же время и рост кровеносных сосудов, чтобы они поставляли питательные вещества, необходимые при любом процессе жизнедеятельности и особенно при регенерации. Многочисленные исследования на клетках и животных доказали безопасность и эффективность генного препарата. Он не вызывает побочных эффектов и годен для лечения людей. Пациенты Республиканской клинической больницы Татарстана первыми в мире опробовали инновационный метод лечения. Медики и ученые продолжают следить за их восстановлением. Проводятся исследования на отдаленных сроках. То есть мы смотрим, как хорошо эти пациенты чувствуют себя уже после операции, на значительных сроках после операции. Но предварительные данные показывают о высокой эффективности разрабатываемых нами технологий. В будущем мы планируем провести полномасштабные клинические исследования и надеемся, что уже на базе в том числе и университетской клиники медсанчасти КФУ внедрять подобные методы генной и клинической терапии в клиническую практику. Теперь в планах провести полномасштабные клинические исследования, после чего разработку ученых КФУ планируется внедрить в постоянную практику университетской клиники. А на этом у меня все. С вами была Елизавета Евтифеева. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»